Всем привет! Меня зовут Ирина. Рада вас приветствовать. Сегодня сделаем расклад на тему, что вас очень сильно удивит, какие события станут неожиданностью. Полной неожиданностью. Посмотрим. Вначале сделаем небольшую сигнификацию вас и ваших энергий в данный момент времени, а затем уже перейдем непосредственно к будущему. Итак, в данный момент, как высшие силы видят вас, кто вы, по мнению Вселенной, сегодня? Карта семерка жезлов, карта человека-борца. За что-то вы сегодня боретесь, что-то вы отстаиваете, какие-то моменты для вас являются архиважными в плане общения с людьми, с социумом. Вы хотите найти свою нишу, вы хотите отстоять свои интересы, вы хотите остаться в этой нише. Кто-то сейчас борется за то, чтобы остаться в этой нише. У вас сложная сегодня ситуация в жизни. Вы пытаетесь изо всех сил удержать равновесие. Такое ощущение, что нападки идут со всех сторон. Во мне на кого опереться. Вы понимаете, что тому социуму, в котором вы долгое время были, которому вы доверяли, который вы считали надежным, крепким тылом, сегодня доверять нельзя. Скорее всего, какая-то ситуация не так давно произошла, которая сняла маски с лиц людей из вашего окружения. И сегодня ваша жизнь – это борьба. Это борьба. Вы в отчаянии, потому что вы не знаете, как вам быть. Очень много было событий, которые поставили вас, ну, кого-то даже в тупиковое состояние, да. Кто-то просто отчаялся, опустил руки. Знаете, это карта человека, который, правда, пока не знает, что делать. Он как будто находится в плену событий, обстоятельств. Слишком много было в последнее время для вас неприятных моментов, неприятных открытий. Вам надо успокоиться, привести себя в норму, восстановить энергию. Вам нельзя сейчас принимать важных решений. Вы очень хотите выбраться из этой ситуации. Но пока, к сожалению, это невозможно сделать. И от этого отчаяния ещё глубже. Ещё шире масштаб разочарований. Девятка Жезлов, карта которой говорит о том, что какой-то период в вашей жизни не так давно завершился. Вот он уже завершается, потому что девятка, да. Это ещё не десятка, не конец ситуации, но всё-таки девятка. Идёт к концу всё. Завершается тяжёлый период, когда летели Жезлы со всех сторон. Как будто удары по двум сферам жизни. И по финансам, и по личной сфере. Ну, ещё, может быть, в каких-то историях, в ситуациях были неприятные моменты. Вы вынуждены были решать массу проблем. Вы вынуждены были идти по пути, который никогда для себя не планировали. Вы не ожидали, что так может быть. Вы не предполагали, что события могут принять такой оборот. Здесь полное разочарование у вас какое-то произошло. У кого-то в работе, у кого-то в отношениях. Но одновременно это и открытие глаз. Болезненные ситуации даются нам для того, чтобы мы действительно открыли на что-то глаза. Чтобы мы увидели истину. Увидели истину. И вы эту истину увидите. Но пока ещё, конечно, пока ещё нет. Время ещё не пришло. Не пришло время. Давайте посмотрим. Какая перспектива на будущее у вас? Император. Император. Перспектива на будущее – это замечательная. Император. Я немножко запаздываю иногда с трактовкой карт. Могу достать карту, потом говорить. Задавать вопрос, вернее, карте. Потому что идёт поток информации, работа в потоке. И у меня иногда мысли бегут быстрее. Телодвижения моих. Император. Сильные позиции человека. Встреча судьбоносного человека. Вот у каждого своя история здесь. Если вы переживаете сегодня по поводу той ситуации, которая произошла у вас в личной сфере. Однозначно будет другой человек. Император. Более крепкий, более надёжный тыл для вас. Сильные позиции. Если это история проблемная, касается больше материальной сферы, но здесь через вот эти сложные обстоятельства вы будете расти. Расти личностно. И этот личностный рост в какой-то момент перейдёт в очень хорошие для вас перспективы. Вы займёте где-то в социуме очень уважаемую должность. Высокий статус в социуме. А если и там, и там вас ударило, и по личным, и по финансам, но здесь однозначно будет рост и там, и там. Будут изменения к лучшему. Это идёт всё к укреплению сейчас ваших позиций в жизни. К изменениям, которые сделают вас человеком, который нашёл свою нишу. Император – это пьедестал. Это особая ниша, где ты понимаешь, что у тебя есть стабильность, у тебя есть крепкие позиции, и ты абсолютно уверен в завтрашнем дне. Вы к этому идёте. Даже если сегодня вам так не кажется, вот пройдёт ещё какое-то время, и вы поймёте, но это довольно-таки длительное время. Здесь больше полугода идёт срок. Надо понимать, да, что жизнь не может в одной части измениться. Такая вот сложная история, как у вас, она, конечно, должна пройти всё определённые этапы, периоды. Вы должны внутренне измениться, вы должны трансформироваться, вы должны что-то для себя переосмыслить. Это время определённое. Но сильные позиции будут. Будет успех, будет благополучие, будет процветание, будет любимый человек с вами рядом, будет достаток, будет ощущение внутреннего комфорта, и будет мудрость. Император — это всегда человек мудрый внутренне, который знает, но понимает, что его знание вне логики, что это знание не вписывается в законы разума, зачастую. Императором быть, знаете, дано не каждому. Я адаптирую эту трактовку к раскладу. Сейчас пытаюсь до вас донести информацию о том, что чтобы быть в этой жизни королём, императором, в смысле иметь какие-то позиции очень сильные, иметь стабильную нишу и быть полностью удовлетворённым тем, что ты имеешь, это не всегда значит иметь несколько высших образований. Это не всегда работа интеллекта. Хотя и это тоже. Но больше это интуитивная работа. Это трансформационные процессы, которые происходят внутри вас. Ситуация какая-то сделает действительно императором либо императрицей. Сильным человеком мудрым и внутренне спокойным. Вот три качества, свойственные императору либо императрице. Это сила, духовная, это мудрость внутренняя и это внутреннее спокойствие. Вот это, по сути, три момента, которые определят ваше будущее после вот этих ударов судьбы. Что у вас сегодня? Ну, дисгармония какая-то присутствует, да? Дисгармония присутствует. Понятно, что ситуация не устраивает вас, да? Обстоятельства эти. Приходится с этим мириться. Вас могут не устраивать и даже раздражать чьи-то действия, чьи-то слова, может быть, которые сегодня идут в разрез с вашими представлениями об этом человеке, да? Здесь, может быть, и конфликтная ситуация, которая не так давно произошла, и вы в этом конфликте почему-то только сейчас поняли, что человек вас не уважает, человек совершенно не прислушивается к вам, он не учитывает ваши чувства, желания, да? Это разочарование глубокое, это дисгармония внутренняя, потому что вы сделали неприятное открытие. Но на самом деле, вот, здесь карта как бы такая интересная, с одной стороны, она характеризует одну сторону нашей Личности, одну ипостась. Когда мы что-то теряем, разочаровываемся, опускаем руки, делаем для себя какие-то нелицеприятные выводы, вынуждены, да, о ком-то сделать нелицеприятные выводы, либо о чём-то, что разрушило нашу жизнь. Мы верили в это когда-то. С другой стороны, идёт как бы рост развития, процветание, замечательные перспективы, то есть, и посередине мудрости, посередине мудрости. Ну, это как неизбежность. Познание этого мира. Невозможно прожить эту жизнь, всё время находясь под стеклянным колпаком, обеспечив себе надёжный тыл, не испытывая ни горести, ни печали, ни разочарований, ни слёз. Жизнь — это разные её ипостаси, разные ипостаси мироздания. Мы это должны познать. Поэтому всё нормально. Идёте верной дорогой. Сильно не разочаровывайтесь, руки не опускайте, ищите для себя стимул для роста, развития, для того, чтобы совсем не сникнуть. Вам не дадут сникнуть. Карта Мира — это карта Вселенной, это карта мощной энергетики, именно Вселенной, её Величества Вселенной, которая дарит вам силу Духа сегодня. Вы выстоите. Вы не потеряете гармонию. Вы не будете в разладе с самой собой либо с самим собой. Это самое главное. Самое главное. Это то, что называется в народе совестью. То есть, понимая, что с вами поступают очень некрасиво, нерецеприятно, нарушают законы мироздания, приступают к запретной черте, какие-то запрещенные приёмы применяют. Но у вас совесть чиста. Вы будете понимать, что вы чисты в этой ситуации. Да, вы, возможно, потеряли больше, но ваша совесть чиста. Вот это самое главное. Потому что человек с запятнанной совестью, он уже рассматривается Вселенной с другой стороны. Это совершенно как бы другой подход. Человек уходит на штрафную, отрабатывает там карму. Вам это не светит. Вам это не светит. У вас путь вперёд. Да, вы потеряли что-то. Да, вы разочарованы. Да, вам надо будет собраться внутренне какое-то время. Но у вас движение только вперёд. У вас назад движения нет. В отличие, например, от ваших недоброжелателей, если таковы имеются. Те пойдут на штрафной круг отрабатывать свою карму. И хорошо, если их деяния не лягут на рот, потому что потом ещё и рот будет отрабатывать карму за их злостные деяния. Но вас это волновать не должно, потому что вы как жертва, как пострадавшая сторона здесь. У вас движение только вперёд к росту, к развитию, к лучшей жизни. Конечно. Тройка кубков часто выходит в моих раскладах. Очень люблю эту карту. Она говорит вроде бы о небольших радостях, но тем не менее мы понимаем, что из мелкого складывается глобальное, из каких-то небольших достижений, из самых первых наших несмелых, нерешительных шагов складывается в нашей жизни большой успех. Именно шагая в начале, неуверенно, да, ступая по дороге жизни, мы идём к крупной удаче, к новым горизонтам, к новым достижениям, покоряем новые вершины. Это карта веры в себя, это карта такого внутреннего стимула, который будет постоянно вас вести по жизни. Вот этот огонь ваш внутренний, который у вас есть сегодня, он не погаснет никогда. Но вы такой человек. Да, вам надо будет время, чтобы восстановиться, потому что трудности, конечно, вас неприятно шокировали, где-то даже надлом у кого-то произошёл, ну, карты были у нас тяжёлые изначально, но данная карта говорит о том, что вы всё равно сломлены до конца не будете. Вы всегда найдёте, за что зацепиться. Это поможет вам выбраться из этой ямы, из ямы трудностей, бесконечных проблем, каких-то преград и так далее. Внутренний стимул, внутренний огонь, который будет вас вести по жизни и дальше. Что ещё сейчас в вашей судьбе, в вашей жизни? Карта Мак, сильные позиции. Вы можете этого даже не подозревать, но над вами идёт активное движение энергетическое, поток один сменяет другой. Это движение энергии. Нам иногда кажется, что в нашей жизни ничего не меняется, ничего не происходит, всё стоит на месте, но это не так. Эта карта чётко говорит о том, что движение энергетическое есть. Соответственно, очень скоро колесо судьбы завертится, и свершится в вашей жизни что-то глобальное, что-то действительно, что перевернёт вашу жизнь. Ну, давайте уже смотреть тогда про будущее, да? Или так, давайте одну карту ещё достанем на ваше настоящее. Ну да, вы в отчаянии, вы можете здесь не верить. Вот захотелось мне достать карту, не очень хорошая, правда, но она, знаете, как вот поднимает на поверхность всё то, что сегодня гложет вас. Это надо вывести наружу обязательно. Девятка мечей про переживания, про внутренние какие-то невысказанные вещи, да, про обиды, может быть, у кого как. В целом, карта, которая говорит о достаточно сложном, таком тяжёлом душевном состоянии человека. Это глубокая печаль, это тоска, это переживания о прошлом, это различные привязки в зависимости от прошлых отношений. Вы не можете что-то отпустить, вы кого-то простить не можете. Вы себя можете винить, да, кто-то мучается виной относительно своих каких-то шагов, действий. Вы постоянно перемалываете в голове эту ситуацию. Если бы я тогда сделал или сделала по-другому, было бы сейчас по-другому. Нет, было бы как вот сейчас есть. Потому что от этого не уйти. Если события принимают такой оборот, значит, они должны выйти именно в такой формат. Ну, теперь на будущее будем смотреть. Итак, события вашего будущего. Чему вы будете очень сильно удивлены? Чему будете удивлены? Ну, знаете ли, открытие своих творческих способностей, каких-то талантов. Вы займетесь какой-то деятельностью. Не знаю, кто-то просто начнет вышивать крестиком. Это успокаивает. Это приводит в чувство. Это погружение в процесс. Оно исцеляет душу на самом деле. Кто-то, не знаю, начнет там картины рисовать, писать. Ну, как можете. Кто-то пойдет учиться куда-то, получать какие-то навыки творческие. Кто-то пойдет на пианино, может быть, играть на фортепиано. Ну, захотите вы свои 50-60 лет получить такое, ну, хотя бы азы музыкального образования. Почему нет? Кто-то иностранный язык пойдет изучать. Кто-то, ну, не знаю, что-то руками будет дома делать, там, шить, вязать для женщин, для мужчин. Ну, тоже ручной труд какой-то. Мужская работа, да. Здесь именно через творческий процесс, через работу руками идет у вас исцеление души. Вы выходите на путь творческой самореализации. Очень хорошая карта. Кстати, вот ей не придают часто значения, потому что людям нужен конкретный результат, часто большой результат, быстрый результат, да, резких перемен всем хочется, чтобы на голову свалилась удача. Эта карта не про это. Она про то, что вы постепенно идете по дороге жизни, познав ее темные стороны не так давно, жизни, да, разочаровавшись во многих аспектах. Вы приходите к творчеству. Вы приходите к желанию улучшать этот мир. К творчеству приходят через боль. Это зачастую так. А глобальное видится в мелочах. Да, мы понимаем, где, собственно говоря, ложь, где правда, только пройдя какие-то болезненные истории. На вас исцеляет творчество. Творческий подход, процесс, который вас затянет. Вы с головой в это погрузитесь, вы до мелочей это изучите. Кто-то, может быть, садоводством-то займется. Не знаю, информация такая пришла. Вот взаимодействуйте с природой. Да, это всегда исцеляет, это всегда нормализует энергии. Заведите свой зимний садик где-то на балконе, не знаю, на подоконнике. Если дача есть у вас, вообще прекрасно. Занимайтесь растениями. Это интересно, это увлекательно. Это вас исцелит. Вы будете захотеть в свой небольшой зимний садик, какой-то полисадничек, будете получать массу энергии. Пообщавшись с растениями, обменявшись энергией, вы получите колоссальный заряд энергетический, успокоение. Успокоение. Вам успокоиться надо обязательно. Чем-то занимайтесь. Найдите для себя какое-то занятие. Вы будете удивлены, кстати, вот что вам это нравится. Я же задавала вопрос, что вас удивит, что вас шокирует, по сути. Вас может удивить то, что вам это теперь стало интересно. Вы к этому никогда раньше не питали интереса. А теперь вдруг вы это погрузитесь, скажете, боже, как это интересно, и почему я раньше этим не занимался или не занималась. Король Пентакли. Ну, смотрите, здесь может так произойти, что вы хобби своё там монетизируете. Есть для этого все возможности. Вы настолько отточите свой профессионализм в каком-то творческом начинании, творческом процессе, что это может стать очень неплохим доходом для вас. Очень часто душевная боль, какие-то серьёзные потери в жизни трансформируются в творческий процесс, который легко монетизируется, который превращается в источник дохода. Человек начинает расти, развиваться. Именно через творческое начинание, через работу на себя. Ну, может быть, вы не на себя будете работать, но это будет творческий процесс, который будет вас увлекать, который будет вам нравиться и, соответственно, приносить вам неплохой доход. Вы будете удивлены, что такая жизнь может быть, такой интересной может быть. Масса свободного времени. Здесь вы себе будете принадлежать. Вам не надо будет сидеть в офисе где-то с 9 до 6. Это, понимаете, свобода личностная. Когда вы понимаете, что сегодня я хочу работать, у меня есть порыв творческий, я сегодня, пожалуй, что-нибудь свояю, да, я поработаю, я получу денежку. Завтра мне не хочется, я поваляюсь на диване, посмотрю сериалы. Вот что значит ощущение свободы. Вот это будет вас первое время очень сильно удивлять, насколько это классно, насколько это хорошо, насколько вам приятно быть в таком пространстве. Дальше. Что вас удивит? Рыцарь мечей. Ну, это что-то, что врывается в ваше пространство и меняет, на самом деле, ход вашей жизни. Что-то может внезапно появиться на горизонте. Какая-то новость внезапная. Какой-то человек удивит вас своим появлением. Может быть, вы просто идеей какой-то загоритесь. здесь идет что-то, что кардинально меняет ваше направление в жизни. Ну, шестерка жезнов. Ощущение победы, ощущение внутреннего такого благополучия, когда ты над обстоятельствами. Да, у вас будет ощущение, что вы победили эти обстоятельства. Может быть, какая-то новость действительно очень важная прилетит в ваше пространство, что-то шокирует вас. Это перемены, которых вы не ждете. Это какой-то крутой поворот, который выводит вас в ранг победителя. То есть, помимо творческого своего начинания, вот этого релакса в творческом начале, будет еще что-то, что кардинально изменит ваше представление о ситуации вашей, о вашей проблеме, о вашей жизни. Вы могли уже, например, на себе крест поставить. Все время думаете о том, какая у вас тяжелая, несчастная судьба, но здесь что-то меняется круто. Вы рассчитывали, может быть, на одиночество уже, потому что были неудачные попытки построить отношения, либо построить карьеру. Сейчас вы просто погружаетесь в творчество, вам хорошо в одиночестве. Побудьте в этом одиночестве. Но далее будут резкие перемены, далее будет происходить то, чего не ждете. Далее все-таки к вам должно вернуться то, что вам по судьбе. Вот вам не уйти от судьбы. Понимаете? Вы можете думать о жизни все что угодно, вы можете разочароваться по полной программе, но то, что должно произойти, оно произойдет. Об этом карты. Что же произойдет? Произойдет исцеление ваше, душевное. Произойдет что-то, как в сказке. Вот правда, карта умеренности, она в этой колоде, мне очень нравится. Здесь один кувшин с мертвой водой, а другой с живой водой. Во-первых, это символ трансформации. Вы внутренне умрете для новой жизни. То есть, то, что было у вас, вот колотило вас не так давно по всем фронтам, это ваша маленькая смерть внутренняя. Это нужно было, чтобы вы умерли внутренне для возрождения в новой жизни, где-то на новой жизненной дороге. Но здесь уже посмотрите, какая жизнь. Девятка Пентакли, она не только про денежный комфорт, она вообще про комфорт внутренний, когда человеку хорошо в том пространстве, в котором он находится. Вот просто хорошо от обыденных вещей. Карта не крупная, карта не говорит о каких-то глобальных изменениях в жизни, об успехах, широких горизонтах и так далее. Счастье, оно в мелочах, счастье одно в буднях, на самом деле, потому что мы живем в буднях каждый день, ежедневно. И надо находить наслаждение в каждой минуте нашего существования, нашей жизни. Вот это будет так. Вас будет радовать ваше пространство. Вы будете наслаждаться тем комфортом, который у вас есть. Это комфорт как материальный, так и духовный. Это красивая обстановка. Ремонт какой-то сделаете, может быть, такой, какой давно хотели сделать. Будут и денежки для этого у вас, будут финансы. Вы сможете через творческое начинание заработать себе на красивую жизнь, на хороший ремонт, на квартиру, может быть, на частный дом кто хочет, сад обустроить кто-то захочет. Здесь природа есть. Вы к природе обратитесь, вы потянетесь куда-то туда, где можно черпать энергию. Будете понимать, что там источник вашей энергии где-то в вашем зимнем саду, на даче где-то, в каком-то там полисадничке, который у вас рядом с домом есть. Вот там ваша жизнь, ваши энергии, там вы можете всегда восстановить душевное равновесие. Карта замечательнейшая. Она еще про то, что человек здесь умеет довольствоваться малым. Вот мы, кстати, не умеем довольствоваться малым, а это надо бы уметь, потому что не всегда все в большом формате свершается в нашей судьбе. И не всегда крупные удачи, крупные успехи делают нас счастливыми. Я говорю, да, простые бытовые мелочи, обыденная жизнь. Вот это то, что должно вызывать в нас ощущение счастья и полноценности бытия. Этому надо учиться. Некоторые люди умеют счастливы быть только в социуме. Некоторые, например, не представляют себя без работы. Что я сделать, делать буду, когда я пойду на пенсию, там, я не знаю, или вот не дай бог я уйду с этой работы. Я ее ненавижу, но я не хочу сидеть дома, я там просто простым хом, да. Дома всегда найдется масса дел творческих каких-то своих, реализация творческих порывов может быть в ваших четырех стенах, да, реализована. Ну, там можно получать удовольствие от каждой минуты, потому что вы принадлежите себе, вы не зависите от социума, вы не находитесь той системе, которая требует от вас определенного шаблона поведения. Работа на дому, работа на себя, жизнь в пространстве, где ты сам определяешь ход своей жизни, но это бесценно на самом деле, вы к этому придете. Наверное, пройдя офисную работу, вот эту всю наемную, да, тягомотину, вы поймете все-таки, у кого-то проиграет так, что работа на себя это то, что вам нужно, это то, что вам интересно. Поэтому не удивляйтесь, что вы приходите к этому через боль, но к творчеству все приходят через боль. Работа на себя, она и трудна, и комфортна одновременно. Трудна в том плане, что ты должен сам себе планировать свой день, свою работу. все зависит только от тебя. Никто тебя не будет заставлять, никто не будет тебе навязывать что-то, да, то есть надо организовывать свое пространство самостоятельно. Мы иногда это не умеем делать, вот вы раньше этого не умели делать, до вот этой вот ситуации болезненной, вы могли жить только в готовом социальном пространстве, где идет игра по своим правилам. Вы были в этой системе, эта система вас выбросила оттуда благополучно, потому что вы ей не подошли по каким-то параметрам. И теперь уже через эту боль, через все это пережитое вы пришли все равно к тому, от чего когда-то усиленно могли уходить. Или никогда не думали, что вот именно такая стезя вашей жизни может быть тем пространством, которое вас полностью устроит. Вы знаете, удивлены вы будете тому, сколько времени вы потратили в пустую где-то когда-то. Вы прям знаете, много лет достаточно потратили в пустую. То есть соотнося свою жизнь в будущем с тем, что у вас было когда-то, вы будете понимать, что время не вернуть, назад не отмотать. Ах, если б можно было, я бы тогда не зависала, не зависала в том пространстве, в тех обстоятельствах. Шестерка колес, карта которая говорит о том, что вас шокирует ваша дорога финансовая, вот тут насколько к вам будут притягиваться денежки. Возможно, раньше вы выбивали эти деньги с трудом, через какой-то тяжкий труд. Вам могли где-то недоплачивать, постоянно были какие-то финансовые проблемы, нужда, нехватка денег. здесь вы понимаете, что деньги к вам идут, все зависит от вас. Я хочу сегодня поработать, значит, я получу денежку. Сегодня хочу отдохнуть, значит, ну, как бы, сделаю паузу. И при этом будут деньги у вас, будете понимать, что вот есть и внутренний комфорт, есть внутренняя свобода, я еще могу посвятить себя чему-то еще, помимо основной моей деятельности, и при этом буду понимать, что финансовая стабильность у меня будет всегда и зависит она только от меня. Тройка мечей. Карта, которая предостерегает вас от полного разочарования, просто карта предостережения, да, она говорит, не разочаровывайся, не опускай руки, у тебя все впереди, десятку жезлов. Тяжело, тяжело, но все-таки, да, движение вперед, откроет вам многие дороги, многие дороги. Жизнь вас ставит перед выбором, вы его сейчас не ждете, этого выбора, но сделав этот выбор, вы станете наиболее свободным человеком. Вот этот формат свободы вы еще никогда не испытывали на себе. Понимаете, через эту боль, через разочарование вы открываете себе дорогу в счастливую жизнь, в счастливую и самодостаточную. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной. Всех благодарю за просмотр. Всем пока!